Всем привет! На канале «Субъективно об Америке» сегодня очень образовательное видео. У нас в гостях эксперт по образованию в США. Как вы знаете, многие вещи во всем мире происходят одинаково. И даже переезжая в новую страну, о них можно догадаться интуитивно. Ну, как, например, как делать покупки в магазине, как водить автомобиль. Но некоторые вещи отличаются кардинально. Как, например, вы знаете, да, что система координат, система измерений, система измерения температуры в США совершенно другая. Точно так же обстоит дело с образованием. Без бутылки здесь не разберешься. Ну, а так как алкоголь — это зло, сегодня у нас с вами специальный человек, который нам обо всем расскажет. Друзья, сегодня в гостях у нас Ольга Узун, специалист по образованию в США. Ольга немножечко расскажет сегодня нам о себе. И ответить на вопросы, которые я получила от вас в Инстаграме и на Ютьюбе. То, что вас интересует про образование в США. Оля, здравствуйте. Спасибо вам большое, что нашли для нас время. Мы всегда очень-очень желаем все услышать сначала, конечно же, историю. Как вы оказались в США, как проходила ваша адаптация, как вы дошли до жизни такой. Здравствуйте. Очень-очень приятно вас видеть, ваших зрителей. Спасибо за приглашение. Хороший вопрос. История моя простая, хотя заняла много времени. Я приехала в США 23 года назад. Кстати, скоро уже будет 24. Наверное, как и многие из нас, я вышла замуж. Я вышла замуж за украинского программиста, который нашел работу в Америке. Мы только поженились и на радостях поехали изучать планету. В какой-то момент я поняла, что мне стало скучно. К счастью, я уже хорошо говорила по-английски, потому что моя первая специальность преподавателя английского языка. И до США я проходила стажировку уже в Англии. Поэтому я пошла изучать испанский язык. Тем не менее, опять стало скучно, потому что я человек довольно деятельный. Поэтому я стала искать работу. И как бы тут возник вопрос, а что же может учитель английского языка делать в США? Тут я, конечно, растерялась. К счастью, на моем пути встретились очень интересные люди, которые меня поддержали и сказали, ты так прекрасно говоришь, занимайся тем, что хочешь, что ты хочешь делать. Тут мне опять пришлось задуматься. Если честно, я долго не могла ответить на этот вопрос. Я думала о смене специальностей, было много разных вариантов. И я опять пошла на консультацию к своему знакомому. Он на тот момент был executive ABM, сейчас уже на пенсии. И он мне задал очень хороший вопрос, который я запомнила на всю жизнь. Он меня спросил, вот если тебе не нужно думать ни о семье, ни о деньгах, ни о чем, чем бы ты занималась? И я сразу ответила, я бы либо преподавала, либо консультировала, либо я бы открыла картинную галерею. Он меня спросил, хорошо, ты в картинках хорошо разбираешься? Я, честно, сказала, не очень. Поэтому он сказал, иди консультируй или начинай преподавать. И, к счастью, я нашла работу, я нашла работу преподавателя ISL в Community College. Все пошло довольно хорошо. Оттуда меня пригласили преподавать уже у американцев. Я преподавала методику преподавания английского языка. Оттуда меня пригласили преподавать уже в университете Штата. Пригласили потом еще один университет и так далее, и так далее, и так далее. Звучит просто, правда? так как пригласили, пригласили, на самом деле было непросто, было сложно, но было невероятно интересно. В какой-то момент я поняла, что мне этого еще мало, хотя как бы карьера росла хорошо, я поняла, что мне еще что-то не хватает, но я так и не могла понять, что, как мой муж и мои близкие друзья сказали, боже мой, о чем ты можешь думать, смотри, на всех международных вечеринках, все, что ты делаешь, ты сидишь на диване и рассказываешь всем людям, как им дальше продолжать их обучение, открывать свою компанию. Я сказала, что люди за это будут платить, я сказала, попробуй. Вот я попробовала, и все идет очень успешно, и я очень довольна, у меня довольно много поступивших, и самое главное, я чувствую радость этих людей, которые добиваются того, что они хотят. Хорошо, Оль, тогда перейдем непосредственно к вопросу. И самый первый вопрос от одного, я использую свое служебное положение в личных целях, это вопрос от одного моего лично близкого человека, она спрашивает, с 11 классами в России, какие варианты, когда она переезжает в США, она переезжает, у нее будет легальный статус, она будет резидентом? Ну, кроме 11 классов и уборства, у нее ничего нет. Очень много таких случаев, и на сегодняшний день у меня много таких клиентов, которые приезжают из стран не только бывшего Советского Союза, но и стран, такие как Китай, Индия и так далее. Приемные комиссии будут рассматривать таких подростков, как студентов из конкретного региона. То есть тут вашему знакомому нужно ответить на такой вопрос, готов ли он платить за ребенка, как за иностранца, или ему лучше подождать оплатить налоги штата, получить резидентство и платить, ну, почти в три раза меньше. То есть это главный-главный вопрос. Соответственно, если ребенок поступает как иностранец, если честно, поступить чуть-чуть легче, потому что приемные комиссии прекрасно понимают, что, например, в той же России нет EP-классов, или, например, в каком-нибудь Китае играть на музыкальном инструменте не так важно, как, допустим, важно для местного ребенка. Соответственно, детей будут сравнивать по разным критериям. То есть если ваш ребенок, допустим, поступает, возьмем любой абсолютно штат, а с конкретного каунти на первом месте будет сравнение этого ребенка с его одноклассниками. Что значит с одноклассниками? Не с детьми конкретного класса математики, а со всей параллели. К примеру, если в 11 классе, то есть в Америке 12 классов, а значит, если мы смотрим детей из всего 11 класса, к примеру, в школе 300 человек, то есть его будут сравнивать со всеми, кто именно в 11 классе. Допустим, в 11 классе там будет, не знаю, 80, а в какой-то школе будет 350. То есть это вот первая ступень. Потом их сравнивают с детьми из каунти, и дальше уже по штату. Тут мы смотрим уже на конкретную ситуацию. Если дети приезжают и из другой страны, и поступают как иностранцы, они сравниваются с детьми из конкретной той страны и дальше региона. То есть нужно смотреть конкретную ситуацию. Какие варианты, на самом деле это не совсем подросток, это уже такой вполне себе зрелый человек, который задал этот вопрос. Какие варианты, если человек стремится, естественно, работать и учиться? В этом вопросе была фраза «вечернее обучение», но даже я знаю, что в США это немножко по-другому устроено. Не могли бы вы немножко пролить свет вот на эту сторону? На самом деле, по-моему, в США это даже легче, потому что так как образование такое дорогое, увы, 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 не все могут себе позволить платить за обучение. Поэтому довольно большой процент взрослых людей учится и работает. Например, несколько лет назад я делала себе PhD, в итоге я его все-таки бросила и открыла свою компанию, потому что я поняла, как бы мне это интереснее. Но как бы вы можете примерно догадаться, сколько мне было лет. Вот на тот момент не только я была рабочей, но все мои однокурсники были старше меня, и все работали. И у нас были занятия либо в вечном, либо по зуму, это было еще задолго до ковида. То есть человек взрослый может легко регулировать свое расписание. Тут, конечно, есть минус. Минус в том, что дольше учиться, потому что как бы чем дольше ты растягиваешь, тем дольше ты будешь учиться. То есть на самом деле это возможно, это реально. Вопрос есть времени и вопрос есть денег. Если человек приезжает из России со своим дипломом средней школы, по шагам, если можно, кратко, инструкция, руководство к действию? Все очень просто. Ну, естественно, нужно знать примерно, куда человек хочет поступать. То есть не просто так, я приезжаю, допустим, в Сиэтл, значит, я выбираю Сиэтл. То есть тут нужно смотреть, где я буду жить, где буду платить налоги, насколько у меня есть финансы, допустим, на частный университет, насколько я успешно могу сдать, к примеру, тот же экзамен SAT, ACT, насколько у меня будут хорошие характеристики, которые важны, насколько хорошо я пишу эссе, потому что как бы если ребенок поступает как резидент США, естественно, уровень написания должен быть выше. То есть, в принципе, все просто. Человек заполняет анкету, которая отсылается практически во все университеты, и дальше у каждого университета есть свои условия. То есть, в принципе, звучит просто. Платишь за форму, подаешь документы, ждешь ответа. В лучшем случае еще подаешь на стипендии. То есть как бы все реально. Нужно опять-таки отталкиваться от желаний, от возможностей и от финансов, конечно же. Отлично. Я надеюсь, что тот, кто мне задал этот вопрос, меня услышал. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Следующий целый пул вопросов, они немножко отличались, но общая идея была одна. Конечно же, мы все до сих пор, по многу лет живущие в США, мы все равно приходим в ужас от цен на образование. И пролетает иногда мимоходом, даже мимо меня один такой человек вот недавно пролетел, но мне не было времени расспросить те самые гранты. Как это делается? Где это берется? И особенно заострили внимание, если у меня нет, я никакая не одаренная, если у меня нет никаких выдающихся заслуг, как можно поучиться бесплатно? Бесплатный сыр хотят все. Я тоже хочу бесплатный сыр, честно скажу. Вопрос, какой ценой? Понимаете, действительно, это правда, что можно учиться бесплатно. Вопрос, где и на каких условиях? Смотрите, гранты распределяются по нескольким параметрам. Самый первый, самый легкий, о котором все говорят, это грант по финансовому положению. Значит, если мои слушатели, родители подростков, то родители должны знать, что их финансовая ситуация будет рассматриваться до того, как ребенку, смешно, конечно, сказать слово «ребенок», ребенку исполнится 24 года, то есть до 24 лет родители финансово ответственные за подростков, если те учатся в университете, исключение, если этот подросток уже замужем или женат, и если у этого подростка есть уже дети или один ребенок, то есть тогда они уже рассматриваются по другой ситуации, то есть исключения есть. К примеру, если мы смотрим, допустим, какую-нибудь семью, которая сравнительно недавно приехала, в лучшем случае у них уже есть не просто резидентство легальное, но и резидентство после оплаты налогов, то есть нужно смотреть конкретный штат, чаще всего это год-два проживания в конкретном штате. Скажем так, семья приехала, прожила год-два, денег на самом деле нет. Что такое нет денег? Конечно, для всех вопрос, все отвечают на этот вопрос по-разному. Смотрите, смотря какой университет мы рассматриваем. Если, например, мы говорим о таком шикарном университете, как Стэнфорд, они очень хорошо, практически очень-очень-очень хорошо помогают семьям, у которых общий доход, общий доход – это значит все, папа, мама, ребенок, то есть все члены семьи, общий доход – 120 тысяч долларов в год. Это значит, что еще в Стэнфорд нужно попасть, правильно? То есть если как бы у вас доход на семью – 1080, если ребенок попадает, то есть практически очень хороший шанс, что ребенок будет учиться бесплатно, если он туда попадет. Скажем так, мы говорим о тех детях, у которых нет выдающихся способностей, смотрим, какой среднестатистического ребенка, у которых как бы большинство, я думаю, таких детей. Так вот, если семья совсем малобеспеченная, тут трудно говорить о конкретном университете, но в целом, скажем так, если доход тысяч до 50-60 на всю семью в год, то есть, скажем, очень часто у меня такие клиенты, как бы одинокие родители, как бы вот совсем маленький доход, тоже очень хороший шанс получить очень большую скидку, это называется финансовая помощь государства, и как бы не означает, что ребенок получит полностью бесплатное образование, чаще всего это бесплатное образование, но они платят за общежитие, потому что у очень многих университетов есть условия, а не у всех, но у многих, что первый год они должны проживать на территории университета и питаться там, то есть, нужно посмотреть конкретный случай, поэтому как бы нужно смотреть, что предложат. Есть еще такая вещь, как merit, merit scholarship, это значит скидка по знаниям, то есть, получается, у вас чудненький ребенок, умничка, он поступает, и ему дают как бы то, что называется по-английски full right, то есть full right, это значит полностью бесплатное обучение, проживание, питание, учебники, все бесплатное, но это еще нужно получить, понимаете, чем, скажем так, чем хуже университет и больше звезда, тем легче получить, то есть, на это тоже нужно смотреть, а как бы в какой маршаловке вы хотите есть сыр, скажем так, ситуации у всех разные, и тоже помните, что грант бывает такой, что, допустим, вам дадут тысяча, если обучение стоит 25, поможет ли вам этот грант, поэтому, когда я слышу истории, вот, ребенок получил грант, это ни о чем не говорит, это не означает, что это полное образование, точно так же спортивные стипендии, не означает, что они получают полную, а полную скидку на образование, всегда нужно смотреть конкретную ситуацию семьи, ну да, это возможно, возможно. Тогда вопрос совсем для чайников, если люди определились, с каким сыром, в какую маселовку они пойдут, какие их первые шаги, как им вообще выяснять ситуацию, с кем? Приходите ко мне или, конечно, к другим специалистам, естественно, все можно самим найти, скажем так, вы должны понять, захотят ли вас посадить в эту мышеловку, то есть вталивает мышка, которая захочет пригласить к себе университет, потому что такие, как, скажем, вы, не конкретно о вас, то есть как бы желающих получить бесплатный сыр очень много, бесплатных мест очень мало. К примеру, если мы говорим, допустим, бесплатное обучение на PhD, вполне реально, вполне, но вы должны понимать, что конкурентов много, и вам нужно как-то выделиться среди конкурентов, не просто так, я хочу учиться бесплатно, потому что у меня мало денег, это как бы не поможет, но нужно, допустим, показать, или мое первое образование было связано с этой темой, или у меня там есть какие-то публикации, или в некоторых случаях я могу работать на кафедре, там, той же самой секретаршей, и параллельно, как бы, учиться. То есть случаев таких очень много, это вполне реально нужно рассматривать. Естественно, нужно понимать, что, как бы, совсем плохой университет бесплатно, это не всегда хорошо, как шикарнейший университет платно, но, как сегодня у меня был клиент, мы рассматривали варианты, как бы, вот есть чуть получше, но в два раза дороже, а есть похуже, подешевле. Тут нужно смотреть, конечно, естественно, не просто, куда я хочу, или в случае у сегодняшнего клиента было, куда хочет мой подросток, а в случае, понятен ли наша семья оплату обучения в два раза больше. То есть, опять-таки, очень уникальная ситуация у каждой семьи, и, конечно же, можно это изучать самим, или приходить к клиентам, к консультантам, такие, как я, можно точно так же, конечно, консультироваться в университете. Спасибо, Оль. Вот это было очень развернуто и интересно, и действительно, я тоже много-много, как минимум один раз, вот я люблю обобщать, как минимум один раз я совсем недавно об этом услышала, и это было для меня, я говорю, ну если это так вот прям вот так все оплачивается, почему все этим не пользуются? Не-не-не-не-не. Было чувство, что там что-то нечисто. Вы знаете, я часто слышу случаи, кто ко мне приходит и говорит, вот наша соседка сказала, ребенок получил бесплатное образование, но как бы девочка там невыдающаяся, точно такая же, как моя девочка, как мне получить? Я обычно спрашиваю, как бы родители один или два, то есть, допустим, ну да, там мама разведенная, рюясно, то есть, как бы финансовая ситуация, она у всех разная, и мы, естественно, не задаем такие вопросы, какой у вас доход. Я ни в коем случае не финансовый консультант, сразу хочу вашим зрителям сказать, я не занимаюсь финансовыми консультациями, для этого есть прекрасные специалисты, но как бы такой вопрос базовый тоже нужно решать. И, естественно, у тех, у кого сейчас детки маленькие, я вам очень-очень советую, узнавайте, сколько на самом деле стоит университет, и уже сейчас, и начинайте как бы задуматься над вопросом, как вы будете оплачивать ребенку образование, если будете, потому что если вы не будете, то с самого детства ребенку говорите, что как бы ты сам, только что я хочу предупредить, родители должны понимать, что большой займ ребенку в 18 лет не дадут, родители займ на обучение должны будут брать на свое имя, то есть они должны подписать вместе с ребенком. А то, что я тоже слышу, родители говорят, захочет учиться, сам заплатит. И если вы не создали условия, чтобы у ребенка самого было 18 лет большое количество денег, то откуда же они возьмутся? То есть как бы такие вещи, к сожалению, мы все очень поздно понимаем. Спасибо, вот это вот действительно очень важное и ценное замечание. Следующий пул вопросов у нас был, они тоже с разным уклоном, но идея общая одна, она актуальна и для тех, кто собирается приехать учиться в США, и для тех, кто уже здесь, допустим, как-то пока там как-то работает и планирует повысить свою квалификацию. Это наша общая боль и печаль, это английский язык. И спрашивают о том, какой уровень английского нужен для учебы в ВУЗе, какие тесты для английского. Расскажите вот общую структуру, как это происходит. С удовольствием. Это как раз моя специализация, потому что это то, чем я занималась. Значит, смотрите, английский, безусловно, нужен. Есть, по секрету скажу, есть университеты, которые могут принять вас очень-очень слабенькие английские. Вопрос, сколько вы там продержитесь? То есть есть такие университеты, я честно скажу, которые как бы только плати, тебя возьмут, ходи на лекции, и потом чаще всего студенты бросают и теряют все эти деньги, потому что, ну, представьте, идти на лекцию по химии или статистике, совершенно не понимая языка. Даже мы говорим не о базовом английском, привет, как дела, у меня болит голова, мы говорим о серьезной лексике, которая тяжела для тех, кто говорит на этом языке. Естественно, это очень сложно. Я много лет была старшим преподавателем на кафедре Intensive English Program в университете Северной Каролины. Естественно, наши студенты были умненькие, чудесные студенты, а большинство было из Китая, из Саудовской Аравии, то есть дети, которые проходили огромный конкурс, но попали к нам только потому, что их английский чуть-чуть не дотягивал уровня. Я вам хочу сказать, им было невероятно тяжело, потому что английский академический и английский ежедневный это разные языки. То есть я бы сказала, не рвитесь на официальные, дорогущие лекции, если у вас уровень достаточно сложный. Значит, что нужно делать? Определиться более-менее, в какой университет вы хотите. Конечно, в идеальном варианте можно переехать куда угодно, правильно? Но реально я понимаю, что у многих уже есть определенное место жительства, где они как бы живут, и их выбирают по месту жительства местный университет или комьюнити колледж. Безусловно, комьюнити колледж самый дешевый вариант. И целая программа самая легкая. Я там тоже когда-то начинала преподавать. Уровень там, при всей моей любви, в моей бывшей работе, уровень там простой, потому что курсы чаще всего бесплатные. То есть цель какая у них? Они достигают прекрасно своей цели. Цель – бытовой английский язык для нахождения бытовой обычной самой профессии и оплачивания налогов. Это как бы главная цель. Если мы говорим о серьезном английском, это уже EFL. Значит, ESL – это базовый, EFL – чуть получше. Там уровней много, и они уже сдают тесты и так далее. После этого следующий уровень идет IP, не путать с IP, который психологический, Intensive English Program, и там уже академический английский. То есть, соответственно, что может делать студент? Студент, к примеру, смотрит на веб-страницу любого желаемого университета, находит страницу для иностранцев и узнает, какие требования того же EFL или экзамена IELTS для конкретного университета. Естественно, чем выше рейтинг университета, тем выше будет балл. То есть, что может делать студент? Если студент сдает английский, если EFL, например, сам может пойти и сдать, и смотрит на эти цифры, и смотрит, насколько близко он к этим цифрам. Если честно, чтобы сэкономить деньги, я бы, конечно, дотянула английский до этого уровня и как бы не платила вот этим дорогущим кафедрам, хотя я там тоже много лет работала, очень их люблю. Просто если идет речь о экономии, то тогда это можно делать самим. Если как бы важнее время, а не экономия, тогда нужно идти к специалистам на Intensive English Program. То есть, что делать на этих кафедрах? Они помогают, например, как писать курсовые работы, здесь же все это по-другому. Они помогают, как слушать лекции, как делать записи, как участвовать в презентациях и так далее, и так далее, и так далее. То есть, еще раз вернусь, начинать нужно с базового английского, потом перейти на академический, и потом на странице университета смотреть конкретный, конкретный результат экзамена и готовиться к экзамену и сдавать уже учиться. На сегодняшний день, благодаря ковиду, благодаря ковиду, многие университеты разрешают сдавать не только TOEFL iELTS, но и DUALINGO, который, на мой взгляд, довольно проще, легче и, конечно, дешевле. Его можно как бы сдать дома за компьютером, по-моему, стоит всего лишь 40 долларов. То есть, можно как бы сдать, посмотреть примерный уровень и посмотреть, потянешь ты или не потянешь. В Америке у меня сложилось впечатление, что к образованию относятся с пиететом, потому что оно дорогое, оно не является по умолчанию вот как бы для всех by default, и поэтому складывается впечатление, что американское образование может дать серьезный рост человеку, ну, иммигранту, приехавшему в Америку. Что вы думаете по этому поводу? Ну, во-первых, смотрите, название моей компании Education First Consultant, то есть я большой фанат образования, то есть я, естественно, поддерживаю. Но нужно понимать, если мы говорим о наших иммигрантах, очень многие приезжают уже с хорошим образованием и даже с опытом. Например, как бы у меня муж программист, и я думаю, что он не чувствовал нехватку образования после своего университета, и как бы работает, и ему безумно нравится, и очень много его друзей, тоже выходцев из других стран, которые как бы успешно работают. То есть нужно смотреть конкретную специальность. Есть, если как бы мы смотрим, например, на врачей или адвокатов, естественно, просто так их на работу не возьмут. Соответственно, нужно доучиваться или переучиваться. Если мы говорим, допустим, о, не знаю, аналитиках каких-то, тоже нужно смотреть о конкретной области. Скажем так, наше образование довольно ценится, поэтому как бы если у человека действительно не купленный диплом в наших странах, а настоящий, этот человек умеет в первую очередь учиться. Вот то, что дает образование, в том числе и американское образование. То есть они учат людей думать, анализировать, улучшать следующие навыки. Поэтому как бы я всегда сторонник за то, что образование получать. Если мы говорим о взрослом человеке, у которого уже есть образование, тогда очень часто возникает вопрос, нужно ли ему переучиваться. И, если честно, иногда я своим клиентам говорю, зачем у вас как бы получил там какие-нибудь сертификаты, и как бы у вас все будет удачно. Или вот очень часто ко мне приходят люди с просьбой посоветовать им какую новую специальность начать. И когда начинаем разговаривать, выясняется, что у них довольно хорошая специальность из своей страны, которую как бы можно развивать дальше. Просто мне кажется, как вот и я когда-то, когда я приехала, я думала, ну что же я училица английского буду сделать в США. Каким образом у меня как бы я чувствовала, что я оказалась человеком без образования. И в какой-то момент мне показали, что все не так плохо, и можно развиваться дальше, и не обязательно как бы переучиваться, можно как бы просто доучиваться и улучшать. Поэтому да, я за образование. Я не считаю, что оно бесценивается. Оно не всегда помогает. Просто нужно как бы смотреть реально, потому что мы как бы знаем большое количество очень успешных людей, у которых нет конкретной корочки, но есть навыки, вот главные навыки. Наверное, это и будет темой нашей следующей встречи. вот эта вот трансформация, смена карьеры, доработка, докрутка. Я над этим подумаю, споршу у зрителей, кому что интересно. Может быть, мы как-нибудь еще с вами встретимся, об этом поговорим. Хорошо, с удовольствием. Спасибо вам большое. Спасибо, спасибо. Очень приятно познакомиться было. Только все это так интенсивно, так кратко, сжато и емко. Я не могу вам передать, как я рада, что я вас нашла. Я знаю, нам этот митинг пришлось назначать почти на две недели вперед. Я очень надеюсь, что моим зрителям все это дело зайдет и понравится. Я надеюсь, что мы сможем с вами продолжить там на какой-то регулярной основе когда-никогда встречи, потому что специалист такого уровня и класса способный так просто объяснить вот эту всю сложную мешанину. Спасибо вам огромное за ваше время. Я всем моим зрителям напоминаю, что все специалисты, кто к нам приходит, их можно найти. Они все есть в сети, Ольгины координаты все будут под этим видео. И, друзья, как вы понимаете, у нас есть бесценный ресурс, у вас есть возможность задать ваши вопросы, если они чем-то отличаются от того, что мы сегодня осветили. Мы их соберем и в следующей нашей встрече точно так же с Ольгой осветим. Если вы посмотрели это видео, то я уверена, что в вашей голове есть мысли о переезде в США. И, значит, вам точно будет полезен наш закрытый бесплатный вебинар «Ключи к успешной адаптации в США». Вебинар пройдет 13 июля. Мы там встретимся, будем общаться, будем обсуждать перспективы переезда, особенности переезда. Мы подготовили вам несколько подарков, разнообразных чек-листов, которые получат все участники вебинара. И там же на вебинаре мы откроем продажи нашего курса. Полный курс успешной адаптации в США и все участники вебинара будут ведь возможность купить его с большой скидкой. Приходите на вебинар, ссылка в описании, записывайтесь, встречаемся 13 июля. А мне на сегодня все, спасибо, что посмотрели, далеко не уходите, впереди еще очень много интересного. Пока-пока. Вам спасибо, мне было очень приятно. Вашим зрителям хочу сказать, не сдавайтесь, если вы чего-то хотите, то обязательно достигайте. Америка – страна возможностей и всегда можно найти свою дорогу. Удачи вам всем. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok